Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Для библейского портала экзегет продолжаем беседы о книге пророка Михея. Прошлая наша беседа была вводной. Сегодня мы начнем читать саму книгу. Книга, которая начинается следующими словами. Слово Господне, которое было к Михею Моросфитянину. Миха из селения Морешет. Начинается его книга словами такими. Слово Господне. Буквально сказано о том, что он это слово видел. Слово Господне, которое было открыто ему о Самарии и Иерусалиме. В библейском, еврейском тексте Ашер Хаза, которое он видел. Но зададим себе вопрос, как можно видеть слова? Необычный для нас, но вполне типичный для Библии, для Танаха способ выражения. Очевидно, означает, что он эти слова слышал в видении. Во время видения он слышал слова. И эти его пророчества, эти слова, которые он слышал в видении, они касаются Самарии и Иерусалима. То есть, Северного, Израильского царства и Южного царства, Иудейского. Эти царства названы здесь по своим столицам. Столицей Северного царства был Шамрон. Столицей Южного царства – Иерушалаем. О Самарии и Иерусалиме. Вот это О является переводом небольшого совсем предлога, предлога Аль, Айн Ламит, еврейского текста. Синодальный переводчик переводит его через О. Однако, учитывая дальнейшее содержание пророчеств, наполненных суровыми инвективами в адрес Израиля и Иуды, в данном случае вполне допустимо было бы перевести и это словечко «аль» перевести его через «против». Для сравнения вспомним книгу пророка Ионы, 1 глава, 2 стих, где Иона должен был произнести пророчество о Нинве, о Ниневе, о столице Ассирийского царства. Там тоже допустим перевод «против». Пророчество, слово пророческое, против того или иного города, того или иного народа, той или иной страны. Вполне допустимый перевод. Ну а Самарии и Иерусалимом, Шамроном и Иерушалаймом здесь следует понимать имена столиц. То есть здесь присутствует метанемия, когда частью обозначается целое. Целые государства здесь обозначены этими названиями городов. Между падением Шамрона в результате сирийского нашествия в 722 году и падением Иерусалима в руки вавилонян в 586 году прошло долгих 134 года. Но в пророческой перспективе два этих события почти сливаются воедино, потому что причина того и другого, причина падения Самарии, причина падения Иерусалима одна – это непослушание Господу. Это непослушание с северянами и южанами проявляется по-разному, в разных аспектах, но и для народа Израиля, и для народа Иуды это нарушение одного и того же завета – завета с Господом, с их Богом. Для мехи единство судьбы Израиля и Иуды очевидно. Очевидна и единая причина гибели двух братских царств, состоящая в отступлении от завета с Господом. Следует заметить, что самого термина «завет» – «берит» мы в книге пророка Михея не встречаем. Однако, вот те пророчества, те суды Господни, которые озвучивает Михей, они заставляют предположить, что главной все-таки причиной было именно как раз нарушение договора, завета, союза, пакта со Всевышним. И так на протяжении всей пророческой книги. После этих вводных слов, содержащихся в первом стихе, мы читаем. Читаем первую пророческую речь Михи, обращенную ко всем народам. «Слушайте все народы! Внимай земля и все, что наполняет ее! Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего!» Но, а дальше мы увидим из дальнейшего содержания, пророчество вовсе не против народов. Эти народы призываются быть свидетелями на стороне пророка, быть свидетелями против Господних народов, против израильского народа и против народа иудейского. «Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». За что же вот эти суды, представленные здесь в таких ярких, впечатляющих образах Господа, который попирает горы, топчет буквально их, и они тают пред ним, и долины растрескаются, распадаются, тают, как воск, или как вода, льющаяся с крутизны. То есть под действием могущества Божия, под действием божественной силы, сама природа даже изменяется и сокрушается. За что же такой суд? Пятый стих отвечает нам. «Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева». «Яков и Израиль» — здесь синонимы. Имя Яков, имя правоца израильского, обозначает израильские колена также. «Яков» — это и есть Израиль. «От кого нечестие Иакова, не отца Марии ли, кто устроил высоты в Иудее, не Иерусалим ли?» задаются риторические вопросы пророкам. И он обличает грех дома Израилева, то есть его идолопоклонства, грех дома Иакова, нечестие его, и говорит, что все это из Самарии, то есть из столицы, из столицы Северного Израильского царства. И дальше он переходит к Иудее. «А кто устроил высоты в Иудее?» Иерусалим ли? Виновны столице, виновен царь, виновны те, кто руководит народом, руководит страной, отцы народа, отцы города, князья, которые часто называются у пророков пастырями. Пастырями называются не жречество Иерусалимского храма, а пастырями называются именно царь и князья, и вельможи, и руководители, губернаторы, если угодно, осуществляющие правление от имени своего монарха. Так вот, здесь существует определенное также преемство. Вот этим грехом, в котором были виноваты северяне, виноваты жители Северного Израильского царства, этим грехом были поражены и южане впоследствии. Идолопоклонство, высоты, неправильное почитание Всевышнего и все остальное в неправильное служение Господу, вплоть до грубого идолопоклонства, во всем этом были виноваты и иудеи. Ну, первыми, первыми, на первых, первое, на ком лежит вина, это израильтяне. Но от них идолопоклонство перешло и к южанам, к иудеям. Соломон, как мы читаем об этом в Третьей книге царств, был втянут в идолопоклонство своими женами, и излишнее женолюбие увлекло его и в идолопоклонство. Эти жены происходили из разных народов. В этих народах почитались ложные божества, и Соломон, желая угодить своим женам, построил для них для всех капище в Иерусалиме, поставил истуканов, и вместе с женами ходил, посещал эти культовые места, и отсюда началось идолопоклонство. Ну, а потом был, как мы читаем в Третьей книге царств, раскол единого Давидова-Соломонова царства на северное и южное с хизматиком. Северным первым царем был царь Иеравам I, и вот от него царь, который установил золотых тельцов в Дании и в Бейтеле, от него пошло идолопоклонство, передавалось другим поколениям, другим царям, ну, а также и Иудея была несвободна от этого. И в Иудее тоже процветало порой, когда на трон восходили нечестивые цари, как, например, царь Моносия, царь Минаше, долгое царствование которого пришлось на VII век, долго, очень долго эти цари практиковали идолопоклонство, внедряли его и ничем не отличались от таких злочестивых царей севера, какими были, например, Ахав или Иераваам I тот же. Вот. Но на юге это все соседствовало, сочеталось с истинным, с истинным поклонением Богу, с истинным культом, с Иерусалимским святилищем. И царь Минаше, он осквернил Иерусалимский храм, Иерусалимское святилище, там установил идолов, Ваала, Астарту, почитание процветало, и даже практиковались человеческие жертвоприношения в долине сынов Еномовых, в Гееноме, в Гееноме, там, где сегодня располагается очень символично большой киноцентр в израильской столице. Вот. Это все за нечестие Израиля, Иакова, говорит Михей, и за нечестие Иерусалима, то есть иудеев. А что это все? Наказание божественное, божественный суд. И что же будет за грех и долопоклонство Северному Царству. И что будет Южному, мы узнаем из дальнейшего содержания пророчества Михея. Я читаю 6 стих. Зато сделаю Самарию, Шамрон, грудой развален в поле, местом для разведения винограда, незрину в долины камни ее и обнажу основание ее. Поскольку здесь, когда пророк пророчествует, Самария еще есть, она еще не захвачена сирийцами. Мы можем сделать вывод, что пророчество это достаточно раннее у Михея и относится к тому времени, когда существование Северного Израильского Царства еще продолжалось. Все истуканы ее, то есть Самарии, а город на еврите женского рода Ир, поэтому ее, все ее истуканы будут разбиты, говорит пророк, и все любодейные дары ее сожжены огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены. Идолопоклонство это духовное любодейство, духовное прелюбодеяние, духовный блуд, духовная проституция. Все это очень ярко и пластично представлено в книге пророка Осии, северного пророка, современника Михея, старшего его современника. И вот здесь он тоже к этой метафоре, супружеской метафоре, брачной метафоре, метафоре прелюбодейства обращается, используя сами эти термины любодейные дары, любодеяния и так далее. Знут, на фуфа, знут, знуним и так далее. Весь тот лексикон, весь тот словарь, который использует и пророк Осия, использует его и пророк Михей. Об этом буду я плакать и рыдать, говорит пророк. О чем? О гибели дорогого, прекрасного, любимого им города Самарии. Да, он южанин, но и судьба северного царства ему не безразлична. Судьба братского израильского народа не безразлична Иудею Михею. Он будет плакать и рыдать, говорит, будет ходить, как ограбленный и обнаженный, выйть, как шакалы и плакать, как страусы. Будет издавать вопли, издавать плачи, оплакивая судьбу Самарии и судьбу всего северного царства. Почему? Да потому, что, говорит 9 стих, болезненно поражение ее дошло и до Иуды, то есть дошло и до Южного царства, достигло даже доворот народа моего до Иерусалима. Падение Самарии в 722 году произвело ужасное, гнетущее впечатление на Южан, грозная тень ассирийской державы нависла и над Иерусалимом, и над Иудейским слабым, маленьким царством, затерявшихся в Иудейском Нагоре. И Господь, проявив свой гнев, свой суд над Израилем, послав на Израиль ассирийцев, Он, этот суд, этот гнев может проявить в отношении Иудеи. Да, это наказание будет отсрочено и пройдет 134, а может быть и 135 лет, когда последует падение и Южного Царства во главе с Иерусалимом, но пройдет еще несколько поколений. Мера преступлений иудеев еще не была исполнена, чаша их вины еще не переполнилась и чаша терпения Господня. Итак, говорит пророк дальше в 10 стихе первой главы. Не объявляйте об этом в Гефе. Гат это один из филистимских городов филистимского Пятиграда. Гав или Геф синодального перевода. Не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Не надо злорадствовать, не надо провозглашать о гибели Шамрона, о гибели Израильского царства. Пророк обращается дальше. Переселяйтесь жительницы Шафира срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане, плач в селении Эцель не даст вам остановиться в нем. Не каждое из географических названий, которые использует пророк Михей, можно локализовать, отождествить с тем или иным местом на современной карте Израиля. Но речь идет о израильтянах, которые уводятся в плен. Они срамно обнажены, они здесь персонифицируются в образе обесчещенной, осрамленной женщины, и уводятся они в таком неподобном совсем виде, скованной цепями, обнаженной, обритой, уводятся в далекий, далекий плен в рабство. Горюет о своем добре жительница морофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Вот здесь в 12 стихе уже совершенно очевидно, что пророк переходит от пророчества против Израиля к пророчеству против Иудеи и говорит о воротах Иерусалима. Ворота и площадь, которая у ворот города, уже внутри города, это социальный центр, социальное главное место что ли в городе. Там производились суды, там объявлялись царские указы, и говоря о воротах Иерусалима, он имеет в виду собственно говоря сам Иерусалим, всех его жителей, и вот эти жители, на них сошло тоже бедствие, и это бедствие от Господа, это зло от Господа, можно так перевести этот еврейский термин, оно сошло к воротам Иерусалима, это вавилоняне, уже не ассирийцы, как в случае с северным царством, а вавилоняне, их преемники что ли на Ближнем Востоке. Запрягай в колесницу быстрых жительница Лохиша, ты начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Мы не знаем в чем конкретно состояли преступления жителей Лохиша, мы знаем, что этот город в 20 веке был раскопан и достаточно тщательно изучен, это был большой город, один из крупнейших городов в Палестине того периода. И вот начало греха через Сионовой, то есть Иерусалимлян, оно почему-то здесь происходит от Лохиша. Жительница Лохиша, то есть жители Лохиша, они спровоцировали Иерусалимлян, жителей Сиона, на этот грех. Возможно, речь идет об идолопоклонстве, может быть, о каких-то социальных преступлениях, мы не знаем. «Посему ты посылать будешь дары в Морешет Гат, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых». Морешет Гат, это, видимо, тот же самый Морешет, о котором шла речь в первом стихе. Пророк назван Моросфитянин, то есть на еврите Морошти, то есть происходящим из вот этого Морешета. Тот же ли это Морешет, что и здесь в 14 стихе Морешет Гат, во всей видимости тот же. И, наверное, тот же самый, который мы читаем в следующем, 15 стихе. «Еще наследника приведу к тебе жительница Мореша». Вот это Мореша или Мореша, это, видимо, тот же самый город, то же самое селение, сегодня локализуемое в национальном израильском парке Бейт-Гуврин, это Тель Мореша, который всякий путешествующий по стране Израиля может посетить сегодня и посетить эти раскопки, раскопки того города, в котором жил и пророчествовал пророк Михей. Он, говорит пророк, пройдет до Адаллама, славы Израиля. Кто он пройдет? Враг. Враг, завоеватель, покоритель иудеи и захватит израильтян иудеев в плен и пленит их и уведет вавилонское рабство. Об этом пророчествует пророк Михей. Да, произойдет это не скоро, пройдут поколения от царя Езикии, во время которого пророчествовал Михей, до царя Циткиягу, до царя Сидикии, во время которого пророчествовать будет пророк Иеремия, Иеремияху, пройдет более ста лет. Но пророчество это будет актуальным, о нем будут помнить, что да, именно так пророчествовал пророк Михей. Это пророчество будет процитировано отцами Града, отцами Иерусалима, пророчество Михея. Они будут вспоминать о нем, помнить, цитировать накануне катастрофы гибели Иерусалима во времена Иеремии. Продолжается дальше прямая речь пророка, обращенная к жителям своей страны, которая персонифицируется в виде обесчащенной и уводимой в плен женщины. Он говорит в заключительном стихе первой главы мы читаем его слова. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих, расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Пленников брили, обревали на лысо, сковывали цепями и иногда обнаженными, иногда позволялось надеть какую-то мешковину, рубище. Их вот таким образом гнали пешими, гнали их, уводили в вавилонский плен. Лысина орла, лысые, обритые пленники, такой вот образ, образ этой птицы, лысой птицы орла, она говорит о том, очень ярко показывает бедственное положение народа, которое его ожидает. они, обритые, скованные цепями, обнаженные, уводятся в вавилонский плен. Совсем скоро это наступит. Они, говорит пророк, будут переселены от тебя, от тебя жительница Муреша. От тебя жительница Муреша. Своих горожан он называет жительница Муреша. Конечно же, здесь, в заключительном стихе первой главы, говорится не только о том, что жители родного города пророка Мурешет-Гата будут переселены вавилонянами, уведены в плен, но эта судьба постигнет и всех иудеев. Вавилоняне, царь Навуходоносор, его войска, оставят лишь бедняков земли в стране, а все сколько-нибудь важные люди, ремесленники, богатые, зажиточные землевладельцы, а если речь идет о столице, то также религиозная и государственная аристократия, князья и весь царский дом и все ремесленники и так далее будут уведены вавилонянами в плен. Да, этот вавилонский плен не будет тотальным, каким был для северян ассирийский плен, но он будет очень продолжительным, несколько поколений, от 40 до 70 лет, разные волны, потом будут возвращения, репатриации, алии обратно в Израиль и оттуда из плена Израиль уже вернется, израильский народ вернется уже другим. И этот плен оставит неизгладимое впечатление на всех иудеев. Они потеряют все, они потеряют все свои надежды, Иерусалим будет взят, Святой Град, на глазах последнего помазанника Господня, последнего Мессии, Давидида, будут умершлены, будут ослеплены, простите, его дети, сам он погибнет в рабстве, и весь народ будет угнан в Вавилонский плен, все жители Иерусалима, а также все жители других городов, за исключением бедного населения, бедняков земли, тех, кого Священное Писание называет народ земли, ам-а-арец. Грозные пророческие речи, его суды, суды Господней, которые будет изрекать пророк, они будут продолжены дальше в книге, и о них мы продолжим читать в следующей второй главе. Запись сделается для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова